Старости деревни Пантелеева сельского поселения Куликовская Людмиле Забуруновой и ее мужу удалось за несколько лет создать настоящую общину, где вместе отмечают праздники и решают житейские проблемы. Творить добрые дела Пантелеевская община начала с восстановления Троицкого храма. Сельчане на общем сходе решили помочь восстановить церковь. Сдавали в общий котел кто сколько может. Вот так по кирпичику храм отремонтировали и открыли для прихожан. Староста Людмила Николаевна Забурунова за чашкой чая рассказала, как нелегко было объединить людей для решения общих проблем в деревне. Дело в том, что прописанных жителей совсем немного. Летом приезжают дачники. Некоторые из них своих соседей-то не знали. Поэтому Людмила Николаевна решила сначала всех перезнакомить и устроила деревенский праздник. Жили очень разрозненно, когда вселялись москвичи и друг друга не знали. Все, первоочередная задача стояла обязательно объединиться. А как можно сдружить? Только сообща собираясь на чай, сообща собираясь на какое-то мероприятие. И мы в основу положили 9 мая. Это самый, в общем-то, это пожизненно святой праздник. И мы сейчас, вот сейчас, когда мы все собираемся вместе обязательно на 9 мая, у нас сейчас задача уже стоит другая – вовлечь молодежь и передать это все молодежи, чтобы не были забыты никто и помнили своих родственников, которые не пришли. Потому что все-таки забывается уже вот молодому поколению это все. Это наша первая задача вот сейчас. Ради этого мы собираемся. Хотя у нас в деревне осталось два ветерана всего. С тех пор все праздники – 9 мая, Яблочный Спас, Новый год, Рождество – отмечают вместе. Случись у кого беда, вся деревня приходит на помощь. Несколько лет назад дороги в Пантелееве вообще не было. Дачники доезжали до окраины деревни, бросали свои автомобили и шли пешком до своих домов. «Непорядок», сказала однажды Людмила Забурунова. И кинула клич собрать немного денег для отсыпки дороги. И в Пантелееве появилась настоящая дорога. Я собирала деньги. Люди сдавали, видят, что я везу. Люди делают. Потом у нас есть стенд. Я обязательно за каждую копейку отчитывалась. За каждую привоз машины, сколько я израсходовала, сколько я собрала. Все, тут посчитать это легко. Сдали по три, например, тысячи, столько-то домов. Все, сколько стоит машина. Умножала на стоимость, умножала на количество машин и все это вывешивала. Люди это видели. На второй год сами сказали, давайте подсыпать дорогу. И так пошло, пошло и пошло. Магистрального газа в деревне не было и, скорее всего, в ближайшие сто лет не будет. Тянуть трубу в Пантелеево, где постоянно проживают всего несколько семей, наш газовый монополист не будет ни при каких условиях. Привыкли обходиться привозным газом. Вообще наши люди приспосабливаются к любым условиям. С прошлого года из-за кризиса в Пантелеево перестала ездить автолавка. Выход нашли и из этой ситуации. Староста нашла телефоны тверских фермеров. Теперь в Пантелеево регулярно привозят свежее молоко, творог и сметан. В самой деревне идеальный порядок. Дворы и улицы окошены, колодцы почищены, мусора нигде нет. Все это благодаря местному самоуправлению, общине, которую создали эти замечательные и гостеприимные люди.